Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, хочешь, давай встанем в магазин Да зачем же? Давай до утра по двору ездить Ты же так хотела в этом доме жить Такой дом хороший, рядом бар, бассейн А я тебе говорил Здесь надо будет парковаться за километр Тут на семью по три тачки А вдруг какая-нибудь семья распалась Потому что муж зануда Не понял О, и освободилось место Знай свое место и спи спокойно Это что вообще значит, да, Коль? Это значит, что кто-то застолбил себе место Кто-то молодец А мы, наверное, будем ночевать в машине А почему это он застолбил себе место? Почему это его место? Вообще-то это наше общее, всех нас место Давай выдлесем ее, встанем Смотри, как кайфово прям подъезд Кайфово будет, когда тебе машину поцарал Поехали, пожалуйста Николай, ну подожди, подожди, подожди Такой дом хороший, интересно, кто это жло? И что ты вот стоишь, смотришь на него? Думаешь, он выйдет, будет махать тебе рукой? Соня, это я, тот самый жлоб! Чи-чи, смотри Ну, ну и что? Если у девушки четвертый размер, значит она жлоб Коля, она красавица Отказала одному типу, он обезумел от любви Но хочет похитить ее Либо она будет его, либо он ее убьет Соня, ну кому? Ну 21 век, ну из-за любви не убивают Вот из-за парковки могут Коля, я тебе точно говорю, застолбил место, чтобы ее похитить Коля, я тебе не убью Коля, я тебе не убью Соня, а литься Коля, я тебе это лкою КОНЕЦ Прости, подруга, со мной не получится, я мужчин люблю. А, я просто купальник такой, купальник у соседей по дому видела. На балконе сушился клевый, очень клевый купальник. Дом два? Так ты соседка, а я думала, глазки строишь. Ахахахахаха. Давай, давай, маньяк, шевелись, а то пробки начнут. Коля, Коля, стой. Моя версия с маньяком провалилась, есть новая. Смотри, только не пялься. Коля, не пялься. Это шпион, а фанерка это шифровка от резидента. Зная свое место и спи спокойно, значит нужно залечь на дно. Видишь, он его расшифрован. Я вижу, что уже начались пробки. Стоп, это связная. Коля, стой. Точно они в связи. Так, все, я с тобой не успею, я пошел на метро. Коля, стой, у него пистолет. Точно, она живется под домом пистолета. Совершенно незнакомые друг другу люди. Живут вместе, вынуждены изображать пару. Может даже семейную, может даже много лет. Она его боится, он ее ненавидит. Ау, эй, я ушел. Коля! Ты меня любишь? Ты меня бесишь. Звоню тебе. Есть, есть. О, эй. О, эй, ой. Эй, ой! О, эй! Простите, вы... Да, многие удивляются. Это мужа машины, я даже сама раньше боялась. Бартазавра, а сейчас вот. Мы с ним лучшие друзья. То есть это ваш муж фанерки ставит? Вы что? Мой муж вообще великий человек. Ученый. Он даже не снизойдет до общения с народными массами. Да он бы умер скорее. Кстати, он действительно умер. Пять лет назад. Соболезную. Но, простите, а мне кажется, что... Что как бы, ну, ставить фанерки, это не очень... Мне кажется, надо креститься. А мне ничего не кажется. Я, если чего делаю, я уверена. Я Рената Немировская. Я живу в этом доме десять лет, и я портую своего бартазавра там, где я считаю уместным. Да. И никакая сволочь не будет мне указывать, где мне парковаться, где мое место. И никакие фанерки мне для этого тоже не нужны. Я просто их выкидываю к чертям и паркуюсь. Ага, то есть это не вы. Ну все. А кто вы не знаете? Конечно, знаю. Я вообще про всех все знаю. О, смотри. Геннадий. Гуляет с собачкой. Всю жизнь по бабам гулял. А еще с собачкой. Или вот вы живете в двадцатьмой квартире, снимаете. Месяц как въехали. Муж – нотариус. Только нотариус он фиговый. Поэтому я вам советую проследить, кто его привозит домой. А фанерку кто ставит, вы не знаете? Слушай, это такая сволочь. Это просто… Да пойдем, я тебе покажу. Каждый день одно и то же. Я вот вечером паркуюсь, у меня утром, вот видите, царапины. Утром паркуюсь, вечером – гад. Я понимаю, что бортозавр невольно, но это же мужа память. Ну как можно назвать человеком такую вот сволочь? Скотина. Да, ну так и кто этот гад? Слушайте, как мне повезло. Ох, да, мне повезло. Вы, вы удивительный, вы неравнодушный человек. Это редко сейчас. Девочка моя, вы будете свидетелем. Мы с вами сегодня сядем в засаду, вечером, часиков одиннадцать. И мы зафиксируем эту сволочь визуально. И на фотокамеру мы утром пойдем в полицию, и вы мои показания подтвердите. Давайте, давайте. Надо, чтобы эти менты занимались реальным делом, а не вот этими своими рейдерствами. Ну вы абсолютно уверены, что вы знаете, кто этот гад? Слушайте, простите, я забыла, как вас зовут? Соня. Соня. А я Рената Немировская, очень приятно. Так вот, Сонечка, не надо стесняться, девочка моя. Не хотите в засаду? Не надо. Соня, вы можете отказаться, может вы боитесь или вам не интересно. Нет, я не настаиваю, совершенно. Соня, ты никуда не пойдешь. Из-за какой-то половины соседки нарвешься на реальных проблем. Причем расхлебывать придется мне. Коля, чего расхлебывать-то? А ты знаешь, кто этот козел? А если ты реально бандит, или депутат, или вообще мент? Вот ты в полицию собралась, а если на тебя висят повесить? Ты вообще в своем уме? Нормально люди вообще ходят в полицию. Коль, мне просто интересно. Соня, я прошу тебя остаться дома. Это ясно? Вообще-то ты, ты как бы не просишь, ты мне как бы приказываешь. Хорошо. Я тебе говорю, останься дома. Коль, а я тебе говорю, что я обещала пожилому человеку. То есть, какая-то ненормальная старуха тебе важнее, чем я, отличная? Ну, пойдем вместе. Я не хочу, и ты тоже не пойдешь никуда. Ну, вообще-то мне твое разрешение. Ну, мне как бы не нужно, потому что я взрослый человек. Отлично, и мне тогда твое разрешение не нужно. Разрешение на что? Разрешение на все. Твое разрешение на все. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Коль. Чего? Ну, я никуда не пошла. Молодец. Коль, приходи домой, пожалуйста, Коль. Я не могу. Я с отцом еду за город. Как это? Ну, тут друг отца, генерал один, обнаружил, что человек смертен. Хочет срочно составить завещание. Мы едем к нему на дачу. Это черт и где. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Коль, ничего не слышно, что там у тебя звенит? А, это на заправке телек работает. Коль, а чего они тебя так поздно вызвали? А почему я тебя мучаю, тебя? Да не говори. Я же еще в ветровке, в этой, со значками. Знаешь, как у меня от отца влетело? Угу. Нет, ну это они же тебя вызвали, ты же не знал. Угу. Ты это моему отцу скажи и тому генералу. Он, наверное, вообще спит в кителе и ванну принимает. Да, у него такой специальный плюшевый такой китель с медальками мягкими, чтобы не уколоться во сне. Ага. И латексный китель для ванны. Путисончик, зайка, все. Отец зовет. Утром увидимся. Ага. Все. Я тебя целую. Алло, Коля. Это Рината, мне нужна помощь. Рината, простите, пожалуйста, меня. Я ужасно обманщица, но, понимаете, я не смогу по семейным обстоятельствам. Рината? Алло. Девушки отдыхают. Рената! Рената, вы где? Рената, это Соня. Я понимаю, что вы, наверное, обиделись, но вот я все-таки пришла, а вас нет. И если я вам зачем-то нужна, вы мне, пожалуйста, перезвоните. Я не буду выключать телефон. Ты пришел. Иди ко мне. Как генерал. Я не буду выключать телефон. Я не буду выключать телефон. Продолжение следует... Оставьте сообщение. В следующий момент вызываю абонент, недоступен, говорите после сигнала. Коля, Коль, извини, пожалуйста, что я тебя бужу. Коль, вот эта старушка Ренат, соседка наша, я не могу ее найти. Я не умрал. Простите, простите, у него слабость красивым женщина-мораблея. Ну, я же тебе говорил, надо быть поделикатнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы же знакомы с Ренатой? Я вот, у нее родственники есть, я что-то не могу ее найти. Черт у родственников Ренаты, я вас не отпущу до тех пор, пока вы не выпьете со мной чашечку кофе. Отстань от девушки, Гена, ей в сорок пятую квартиру надо... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы родственник Ренаты? Нет. Нет. Простите, а может быть вы родственница? Чья родственница? Ничья. Извините, извините, просто испорченный телефон. Какой телефон? Да, перепутал человек просто. Какой человек, Темочка, ты что-нибудь понимаешь? Извините. Ну-ка, стойте-ка. Вы уж совсем никого. Я все равно готовлю, мне не сложно. А народ не врубается, что нужно просто так бескорыстно по-соседски помогать. Сразу думают родственники. Ренаточка, просыпайтесь, это мы с Темой пришли. Тут ваша подруга. Как вас зовут? Соня. До свидания, Соня. Угу. 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 Все еще здесь? Я никуда не пойду, пока не узнаю, что с Ренатой. Чего стоишь? Заходи. С вами никуда не пойду. Вдруг у вас там. Пистолет? Дома ее нет. А, ну, значит, тогда надо ее искать. Если ты знаешь где. Нет, ну, давайте будем сидеть здесь и грушу грызть. Просто Темочка у нас курить бросает, поэтому такой вредный. Ну, то есть вы за нее не волнуетесь? Я ей витамины колю. Садись. Какие? Какие витамины? Для тонуса. Вот на днях уколола, она за сердце и на диван. А, то есть у нее сердце. Я тоже так подумала. Сразу давай в скорую звонить. Потом смотрю, она в шкафу роется. Врачи же приедут, надо же приодеться. Но она актриса и замуж в театр бросила. Переехала в Академгородок. Не доиграла в молодости. Вот теперь устраивает нам представление. То есть она, получается, что спряталась, чтобы нас разыграть? Да нет, конечно. Просто мотанула куда-нибудь. Она всегда так делает. Объявится через неделю где-нибудь в Киеве или Питере. 60 лет все-таки. А мозговка, как у 16-летней малолетки. То есть она уехала? А, или умерла. Такое случается со старушками. Что ж тут поделаешь. Ты же не врач. Слушайте, хватит уже. Вы что ли здесь врач? Темочка у нас хирург. Нейра. Он вообще не обязан. Но Ренату наблюдает. Вот витаминки ей выписал. Ну ладно. Извините. Я же не знаю. Ну ты уж как-то сосредоточься. Соберись с мыслями. Погрузи вон. Пистолет. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. К вам сегодня ночью не приходила такая старушка с двумя парами очков заявление писать по поводу поцарапанной машины? Да, ну или там, или сегодня утром. Так, фамилия. А, простите, чья фамилия ее или моя? Лилия Немировская. Лилия Немировская. А вы ей, собственно, кто? Нет, я никто. Я просто знакомая. Знаете, мы просто знакомым информацию не даем. Только родственникам. Ну, мне кажется, у нее нет родственников. Вы посмотрите, пожалуйста. Просто я боюсь, она пропала. Да вы не бойтесь. Пока не прошло трое суток, человек пропавшим не считается. Да. Простите, откуда вы знаете, что трое суток не прошло? Почему журнал прячете от меня? Она приходила, да, и вы отказались у нее заявление принимать, потому что... Потому что пока сто лет не прошло, машина поцарапанная не считается, да? А может быть, она вообще у вас? Вы ее запрели. Она пришла, устроила вам скандал, работе заставляет. Вы ее запрели. Правильно, конечно. Вы же здесь не для того, чтобы работать. Вы здесь для того, чтобы... Красоту наводить. В общем, короче, пока вы мне обезьянник не покажете, я отсюда не уйду. Лучше обезьянник посмотреть. Это можно? Коварзин, а ну-ка дуй сюда. Сейчас будем задержание оформлять. Лучше сразу, Михалыч, позвони. Скажи старому жертвресту, тут доктор Лавров интересуется. Он водку с салом закусок не завязал с его панкреатидом? Коварзин, отставить. А вы к Сергею Михайловичу? Я заявление подать. О пропаже. Немировская Рената Владимировна. 1949 года рождения. Он не хочет у меня заявление принимать. Я думаю, она здесь у них в обезьяннике. Он мне даже журнал отказался показывать. Да нет ее у нас. Нету, на. Смотри. Мы сейчас напишем заявление, и я приму. В порядке исключения. Вы же вроде не собирались волноваться. А я не волнуюсь. Пусть менты за мои налоги волнуются. А зачем вы своих друзей беспокоите? От волнения панкреатит обостриться может. Извините. Держите заявление. И не говорите мне, что она заполнена неправильно. Я поняла, что вы по фотографии диагноз поставили. Потому что он толстый. Потому что он желтый. И круги под глазами. Тут ветеринар догадается. Зачем мне на себя такой напускать? Вид злобный. Совершенно понятно, что вы не такой уж. А на самом деле, я еще хуже. Да? Зачем? Я вижу вас за Рената. Вам будете переживать за меня. Курить бросаете. Что, совсем жизнь скучная? Почему у меня интересная жизнь? Почему же так интересуешься старой тетенькой и женатым дяденькой? Я вами вообще не интересуюсь. Да. Понятно. Я буду через пять минут. Просто она мне звонила среди ночи и просила о помощи. Она звонила Тане только что из Питера. Ночью вскочила в свой драндулет и выкатила. Тогда я не понимаю, зачем она мне звонила. Ну, наверное, хотела денег стрельнуть. Кстати, никогда бы не вернула. В общем, все хорошо. Ну, деньги на месте. Рената жила-здорова. Не вижу радости на лице. Возвращайся к своей интересной жизни. Илюха. Илюха. Илья. Да. В чем дело? В чем? Я тебя когда просила бак исправить? Ты, конечно, исправил. Я что, не исправил? А, я не могу ничего исправить, пока мне Шмелева макет не даст. Шмель. Когда ты собираешься отдать макету Илюхе? Я делаю. Делай. Шмель, ты халтуру делаешь. Ну, конечно, она срачнее. И все равно я без ТЗ ничего делать не буду. Так что садись потихонечку, пиши ТЗ, время у тебя есть. Я тебя не тороплю. Ты издеваешься надо мной? Я тебе ТЗ неделю назад отправила. Да? Ну, сейчас посмотрю. Вы издеваетесь надо мной? Они издеваются надо мной. Раз в жизни. Раз в жизни. Я хотела сделать что-то важное. Я хотела... Я хотела сайт поправить. Вы понимаете вообще, что рекламодатели ждут редизайна? Как я буду им Ренату продавать? Какую Ренату? Какую Ренату? Ты только что орала здесь, что тебе надо продавать какую-то Ренату. Рекламу! Ребята, у нас на сайте мы продаем рекламу! По-моему, наша курочка что-то скрывает про какую-то Ренату. Что, Ань? Ну, колись! Ну, карай, интриговать! Что за Рената? Что она тебе сделала? Ничего. В Питер уехала. В Питер уехала. Ренатура. КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, Коль. В смысле? Смотри, что я нашла. Обалдеть! Нашла очки. Молодец, поздравляю. Нет, Коль, это очки Рената, и они разбиты, ты понимаешь? Нет, я не понимаю. Я не понимаю тебя, Соня. Чего тебя парит какая-то фигня? Коль, ну как? Рената, она как бы в Питере, а очки-то ее здесь, и они разбиты. И что? Что? Ну, разбиты очки. События века. Очки разбились. Коля, как она уехала в Питер без очков? Да мне наплевать, как она уехала в Питер. В очках без очков, да хоть пинсные. Мне не наплевать, как я буду кредиты отдавать. А что ты на меня орешь, Коль? Я тебе говорила, что не нужно брать чужие деньги. В смысле? Да, я облажался, но я хочу все поправить. Я работаю как конь, а ты тоже, как будто ни при чем здесь. Тебе вообще наплевать. У тебя, конечно, бабка уехала в Питер без очков. Коля, может быть, она вообще не уехала. Ну, не уехала она. И что? Что теперь? Ну, ничего. Может быть, вообще ты понимаешь, что, может быть, ее убили? Так, слушайте, да. Чтобы я больше никогда не слышал про эту чертову Ренат. Ты поняла меня? Я поняла, Коль. Все. Бесишь меня. Ну, что случилось? Субтитры сделал DimaTorzok Это Рената. И вообще мне нужна ваша помощь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты до которого часа завтра работаешь? Я до шести. А что? Говори адрес. Я за тобой заеду. А чего завтра? Сейчас нельзя? Ну, вообще-то сейчас у меня дома жена. Да. Я понимаю, не хотелось отвлекать, но, может быть, мы быстро туда-обратно, полчасика. На полчасика? Ну, не хочется суетиться, комкать удовольствие. Да, это большое удовольствие в ментовку съездить. Почему в ментовку? А-а-а. Это у тебя фантазия такая? В смысле, вы про что вообще? А ты про что вообще? Я вот про что. Надевай. Зачем? Увидишь. И ничего я не вижу. Все расплывается. И приближается. Потому что это очки для чтения. Машину, Рената, водят в других. Это пресбиопия. Длиннозоркость и близорукость одновременно. Нарушение функции хрусталика. Глаз, грубо говоря, перестает различать фокусное расстояние. И все равно, у меня нехорошее чувство. И это чувство тебя не обманывает. Случилось страшное. Рената видят в расстрейле, в расфокусе. Они разбиты. И это улика. Плохая. Но это все-таки улика. Это не плохая улика. Это хороший повод познакомиться поближе. И не надо лицемерить. Лицемерить? Таня! 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 Простите. Чего? Сонечка, давай быстрее. Мне сейчас ванна переверется. У нас тут спор возник. Да. Правда же, Сонечки гораздо лучше с распущенными волосами. Ну, конечно, я сразу сказала, что Сонечка очень привлекательная девушка. Только надо заняться собой как следует. Ванна. Тебе правда так очень идет? И ты права, я тоже лицемер. Иногда. Почему тоже? Тебе, я тоже. Сонечка, я тоже. Довела меня, здесь стоит, тут кудрю распустила. Соня, у нас пасть закончилась. Я его на работу провожаю, тут этот сосед, ну, Ренаты. Слушай, мне так неудобно, мне так стыдно стало. Стыдно? Да. Потому что я все выходные на диване провалялась, про Рената вообще забыла. Илюх, прикинь. Угу. Ты такой, идешь в этом на работу с Лизкой, ну, там обнимайся с Усю, все такое. Я тут вам навстречу нашей бухгалтерши. А-а-а, я за счет фактура. Ну, и что? Ну, и ты видишь ее, и тебя вдруг так стыдно-стыдно становится. С женой обнимаешься. А подписанный акт в бухгалтерии не сдал. Шмель. Ну, чего ты вообще? Если вы серьезно, то ты издеваешься. Я не издеваюсь, я тебя поздравляю. Девочка созрела. Пора любовника заводить. Куда ей любовника заводить? Ты чего? Она же врать не умеет, запалится сразу. Вообще чего я вас слушаю? Мне все говорят, что я должна делать. Потому что ты бестолковая, несуразная. Вот это себе вообще нельзя никогда поставить. Потому что соседы могут отпугнуть твои габариты. А я тебя больше не слушаю. Ты в курсе? Все знают. Я слушаю себя. Я слушаю свою интуицию. И она мне подсказывает. Что кто угодно мог подделать голос по телефону. Вообще не проблема. Шмель. Поиск сразу на главный расширенный для посылки. Соня. Что? Что угу? Я вообще твое ТЗ изучаю. Кто я тут требовала? Редизайн. Поиск сразу по коттеджам или как? Угу. Угу. Что угу? Сразу поиск или поиск посылки. Да. Просто надо начинать с таблички. Ну что за нет никакой таблички? А, ты баннер, что ли, хочешь? Да оставьте ее. Смотри, она совсем со своей Ренатой этой заморочилась. Я вас не слушаю. Я слушаю себя. Так что я только что себе говорила. То, что тебе нужна табличка, ё-моё. Соня, я у тебя тут вообще ничего не понимаю. Поговори со мной. Да. Надо начать с фанерки. Видишь, Шмель, ты мне очень помогаешь. Надо найти этого гада. Только как его найти, если он больше уже не паркуется. Ладно. Залег на дно. Я сейчас делаю главную. И переделать я больше не буду. Так и останется по поселкам и таунхаусу. Поняла? Слушай, а можешь ты, как дизайнер, определить цвет маркера и сказать, где такие продаются? Зачем? Да, действительно, зачем? Так, значит так. Я занимаюсь поселками и таунхаусами. А дачи у нас будет отдельно. Потому что дачи это же не вопрос жилья. Это же так на лето развлекуха. И отдельно, и другим цветом. Дачи! Шмель, ты просто гений! Конечно, дачи! Ну да, да. Идея хорошая. Я хорошая. Время мне выпишу. Побольше. Илюха! Слушай, надо засечь его, когда он будет парковаться. Сегодня он вернется с дачи. Все, работаем. Илюха! 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 Тюсон, а ты чего тут? Ты…я же вот шла, устала, решила отдохнуть. Здрасте. Я приехал пораньше, как обещал, а ты устала? А кто нам будет романтический ужин готовить? Пушкин? Все? Отдохнула? Пошли. Слушай, Коль, извини, я в машине кое-что забыла, мне не нужно это, срочно сбегать. Ты же устала. Да. Ну давай я тебе помогу. Нет, нет, ты иди, Коль, иди, я тебя догоню, правда. Что ты делаешь, Сонь? Я приехал специально. Ты что, хочешь, от меня отделся? Да я не... Вот именно, все ты, все для тебя. Иди ты знаешь куда вообще? Коля. 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 Коля, Коля, ну подожди, Коль, ну подожди-ка, ну Коля. Я не один Бог. Нет. Яeduц... Коля, ну подожди... Нет, Коля, я уже бегу. Я бегу. Можешь не торопиться. Ладно, тогда я еще немножко погуляю. А, нет, я иду. Соня. Да, сейчас только с подругой поздороваешься. То есть тебе подруга какая-то важнее, чем я. Отвлекаешь? Нет, это я с мужем воркую. О, а ты замужем? А что ж ты к нам одна все время ходишь? Взяла бы мужа. Да, хорошо, конечно, в следующий раз обязательно. Пусть посмотрит, как ты на других мужиков вешаешься. Таня, я просто... Что, ты хочешь сказать, что это Артем на тебя вешается? Давай, давай, скажи, ты же у нас такая честная девочка. Таня, я как... О, привет, Танька. Привет. Кого прессуем? Да, есть, он тут рядом. А, о, привет, соседка. Вот ты какая, да, Таньки на счастье рушишь? А еще мне глазки строила. А, ты? Тань, ты знаешь, ты меня соседку не обижай. Она моя поклонница, в бассейне у меня улыбалась немножко, да? Ну, чего ты? Танька вообще классная тетка. Правда, у нее есть один недостаточек, о котором весь дом знает. Просто она считает, что ее мужа темный. Все хотят увезти. А кому он нужен-то? Господи. Зато Люба у нас первая красавица. И пользуется большим спросом. Знаю, Вань. Ладно, пойду я. А главное, она мне так нравилась. Ты не парься. Поехали ко мне на дачу. Березки, помиритесь, а? Ну, давай на следующей неделе, шашлычок. Поехали. Не, спасибо, я... Да чего ты такая мягкая? Ну, чего такая мягкая? Надо же быть тверже. Надо, знаешь, надо делать все, что ты хочешь. И, и, и посылать всех к чертовой матери. А то ты как пионерка. Ну, правда, ну, чего ты такого захотеть можешь? Фаскультуру прогулять, что ли? Ладно, давай. Пока. Иди. Ладно, давай. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Героя, понятно. И посажу тебя на пять лет. Запорчу, любвищество. Ну-ка, давай. Давай, отлично. Я люблю фоткаться. Да? Или можно? Да? А? Ну, смелые гистами все. Ну, смелые жадные. Что ты такой жадный, а? Ну, пожалуйста, сбежал кост у Питя. Не осталось. Я живу одна. Без мужа. Боже мой, как плитую придавленная. Ты знаешь, утром встанешь, ноги не ходят. Ой. Слушай, Витя, у тебя хотя бы муж был? У меня вообще мужики кроли выплывают. Да ладно. Ты чего так, я все к ней выплываю? Ты знаешь, как проблематично лифчик купить, а? Правда? Да. Я знаю один магазин, там корейские мужики. Как литые держат. Да ладно? Да, да. Я тебе помочь хочу. Ты чего выпираешься, ты как маленькая, как из этой парковки. Ну что, ты не понимаешь, что ли? А не понимаю я. Я не понимаю, с какого перепуга я должна убить такую классную бабку. Ау, путесончик. Ты будешь ходить? Или сдашься сразу? Я вот думала. Хороший человек. Веселый, жизнерадостный. И вдруг он сделал что-то ужасное. И вот что получается тогда? Ну что, либо он нехороший человек, либо это не он сделал. Да что я сделал-то? Господи, Коля, ну что, мир вокруг тебя, что ли, верится? Ты пуп земли, что ли? Играй тогда сама с собой. Расследуйся с тобой. Ну, фу. Ну, подожди. Это ты накосячила? Коля, нет. Я не накосячила. Просто я дура. Дура я. Ну, Леваня, просто у тебя умственное затмение. Господи! Разгони мое затмение! Не хочешь? Ладно. Пойду утоплюсь. Случайно ты задену? А давай сейчас глаза твои, случайно, задену и попову размажу. Я же там помыла, там все чисто. У тебя в голове чисто, детка. Может, у тебя там в деревне трусами пол моют, а назад тряпки надевают? Давайте я ваши трусики возьму, постираю, быстренько. Ты тупая. Я что, потом в мокро ходить буду? Все равно же вы идете купаться. Стоп! А эти трусы... Да давай я тебя убью, потому что все равно тебе потом подыхать. Не понимаю. Не понимать не хочу. А-о-о-о! А-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушайте, пожалуйста, только не перебивайте меня. Я была права по поводу Ренаты. Она больная. Нет, то есть Рената, это не про Ренату. Рената, она не больная, она мертвая. А она припадочная. Ну, это Люба, подруга вашей жены. Я только что видела приступ истерики, а потом муки совести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, она тоже видела, что я видела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Артём. Это Таня, а не Артём. А можно Артём? Очень важное дело. Артём занят. Но ты можешь его увидеть попозже вечером. В прошлый раз я, кажется, перегнула палку. В общем, мы с Тёмочкой хотим пригласить тебя выпить. Поговорим, посидим, как взрослые люди. С мужем твоим познакомимся наконец-то. Да, хорошо. Мы согласны. Отличная идея. Корь, я в машине сумку забыла. Сходи, пожалуйста. Соня, зачем тебе тут сейчас сумка? Вот это настоящее чувство. Не хочет расстаться с любимой женой ни на секунду. Нет, нет, всё правильно. С любимыми не расставайтесь. Да, мы с любимой никогда не расстаёмся. Круто. Кто? Кто? Что, это он? А судьи такой добродушный. Кто добродушный? Наш бармен. Я так понял, что Соня считает, что бармен наш убийца. Но в прошлой неделе у меня была фантазия, что вы, ребята, внимание, о боже, шпионы. Я блонд, Джеймс блонд. Прости, пожалуйста. Можно я про Ливчик расскажу? Ух ты, про Ливчик. Как весело. Обязательно расскажите. А то Соня нам всё время про грустное рассказывает. Будто нашу соседку убили. Или что ты мне там по телефону про Ренату говорила? В смысле? Мы договорились. Какая к чёрту Рената? Всё никакая. Закрыли тему. Ну ладно. Я думал, что не будем искать убийца. У нас просто будет скучно. Правильно. Давайте повеселимся. Давайте сейчас позвоним и посмотрим, кто возьмёт трубку. Кто? Кому позвоним? Ну, Ренате. Она же тебе звонила из Питера. Значит, должен остаться уходящей. Ну, давайте позвоним, поболтаем. Если она жива, конечно. Она же мне на домашних звонила. Я забыла совсем. Главное, прикольно, что она дозвонилась. Домашних у нас сто лет, как отключён. Что, Тонька? Расколол ты о сонах? Признавайся, ты и тётку грохнула. Ревнеется-то моя. А та... Это ужасно. Я не знаю, что она меня нашла. Я... Я соврала, потому что я не хотела, чтобы она к нам больше приходила. Мне очень стыдно. А вот уж нет. Нифига мне не стыдно. Я вообще не понимаю, почему мне должно быть стыдно. Я за чужими мужьями здесь не бегаю. Простите. А у моей Тани тоже есть свои фантазии. Коля вообще не понимает, что она несёт. Реально лечиться надо. Реально. Преизвини, но такой вечер дурацкий получился. Главное, что сумка нашлась. Это был приступ истерики. Она вообще истеричка. Ну, Таня еще неплохо держалась. Люба Белинская. Толстая подруга твоей жены. Она убила Ренату из-за парковки. Так что, теперь ты можешь пойти в полицию. Ты? Что? А ты? Со мной не пойдешь? Ну, мне никто не верит. А ты очень убедительный и вообще. Ладно. Пойду к ментам один. Давай. Я с тобой больше вообще никуда не пойду. Потому что, извини меня, но ты ж жлоб. Настоящий жлоб, высокомерный, который на людей на всех сверху смотрит. Еще и плюет им на макушке. Ты что, считаешь, что все вокруг дерьмо? Хорошо, все дерьмо, но ты тоже знаешь. Ну, да. Особенно с тех пор, как курить бросил. Ой. Столько груш сожрать. Это ж помереть можно. Ну, и кури тогда. Мне флюорография не позволяет. Ну, ничего, я живучий. Я вон в одном подъезде с убийцей три года прожил, и ничего. Она меня еще на шашлыки звала. В лес, на дачу, в березки. На шашлычки. Она же это не специально сделала. Это такая трагическая случайность. И вообще она мне нравится. Правда. Она такая, она такая женственная. Правда, правда. Она женственная. Ты бы видел ее в бассейне. Люба пришла в бассейн. И тут, значит, она плывет на спине. Сейчас. Значит, она плывет на спине. Это, значит, как бы вот так. Значит, она ручкой так сяк, значит, сяк. И потом, значит, колбосяк. И, значит, потом она, значит, она плывет, плывет к бортику. И ножку так. И она, она так, понимаешь, ее тянет ножку. Так, мысочек. Ну, то есть, это, и при том, при всем, она вообще не Майлисайрус ни разу. Но она себя любит. Такая, какая она есть. Понимаешь? И это, это нереально. Это дико круто. Правда. И потом, значит, она у бортика, значит, она приплыла. Значит, отдышаться немножко. И она там, ух ты, она просто, ну, я, я не знаю. А, это я, значит, вот я ее увидела в бассейне. Значит, зачем я это рассказывала? Зачем я это рассказывала? То есть, я хотела сказать, что это, это, это как бы не черное там, белое. Синее, зеленое. Ну-ка, меня Коля ждет. И Таня. Ну, то есть, Таня, наверное, меня не ждет. А она ждет тебя. Я пойду. У меня проблемы, а ты у меня поросляешь. Очень мужские. Ну, мне твоя помощь нужна. Понимаешь? Твоя. Придумай, как от нее избавиться. Все, давай, это не телефонный разговор. Светимся завтра. Таня. А где ты была? А что? Ничего. Просто, может быть, эта Таня права, может быть, эта с этим шпионом уже завербовалась. А что, ты ревнуешь? Я? Нет. Нет? Ну, это да. Я была с Артёмом в парке. И как? Как? Зашибись. Зашибись. Зашибись? Зашибись позицию у тебя! Сиди тут, надулся. А мне скажи, с кем мне разговаривать, если ты со мной не разговариваешь? Я тебя тысячу раз просила. О чем? О чем разговаривать? О том, о чем ты мне сказал, никогда с тобой не разговаривать. Ладно, хорошо. Давай я буду с тобой разговаривать. Садись. Давай я тебя слушаю. Наша соседка собирается прятать труп. Чей труп? Ренатый. Угу. А что за соседка? Наша соседка с ней, эта Коль, Люба Милинская. Помнишь, эта толстенькая с розовым левчиком? Это она ставит в фанерку. А вот такой вопрос. А зачем ей прятать труп? Коль, она убила Ренату и теперь ей нужно избавиться от машины и тела. А. Я просто думала, что она уже, а она еще, видимо, не успела. Я думаю, это не так просто. Ну да. Это, это сложно. Угу. Я только что слышала, как она с каким-то мужиком по телефону разговаривала, просила, просила помочь ей от нее избавиться. Ты слышишь, Коль? Она прямо так сказала, помоги мне от нее избавиться. Давай ты курс таблеточек выпьешь и к врачу мы с тобой сходим. Вот оно. Вот оно. Это то, о чем я тебе говорю. А ты вообще себя слышишь? А ты меня слышишь? Слышу. Я слышу, что ты несешь чушь. Хотя, не знаю, может быть, я сам с собой разговариваю сейчас. Точно. Ты сам с собой разговариваешь. Нет, это ты сама с собой разговариваешь. Нет, я разговариваю с Артемом, потому что он, по крайней мере, меня слушает. Ну и вали, вали тогда к своему Артему. Ну и вали, 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 вали. Послушай. Нет, это вы послушайте. По поводу вчерашнего. У меня есть муж. У вас есть жена. Ну, ты понимаешь. И давайте как-то с вами договоримся, что вы помогаете мне как друг, что мы напарники. Можно мне сказать? Да. Говори. Окей. А кто будет прятать труп в восемь утра? Давай, что ли, в папу пойдем, по завтраку по-человечески? Послушайте, если вы не хотите, я же одна справлюсь. Я не настаиваю. Совершенно. Он найдет. А нет, не она. Ну, просто нужно быть на чеку. Погоня может начаться. В любой момент. Да, пусть наша дружба пока останется в секрете. А то Кулик подумает, что у нас роман. Писал, ушел? Нет. У нас не роман. У нас погоня. Вот-вот начнется. Чёрная, чёрная, чёрная. Курка. Ты куда? Тебе не кажется, что для одного дня достаточно одного трупа? Второй будет твой, если тебя срочно чем-то не накормить. Пойду, спасу твою жизнь. Короче. Софи, как вам повезло, что вы с нами встретились. Мы вам сейчас все покажем. Ладно, давай. Здрасьте. Рабле, чему я тебя учил? Ну-ка, целую ручку. Я вас умоляю, дайте ему ручку, пожалуйста. Извините меня. Ладно. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня. Я от него смолила. Ох, ты же отрастил ноги. Сейчас, как просто. Давай-ка, машинка, помоги мне. Может, ты какая-то машинка, ты какая-то замороченная. О-о-о, да ты же еще механика. Так. Ой. Так. Так, машинка, пожалуйста. Помоги мне, девочка. Хотя, скорее, ты, конечно, мальчик. Интересно, сколько ты стоишь, мальчик, если что? Соня, без паники. Все будет хорошо. Да? Да, да, хорошо. Артем, ты мне только скажи, третья передача, она вперед или назад? Третья вверх, четвертая вниз. А? Грудничек. Ах. Соня, если тебе кресло надо подвинуть, там внизу рычажок. Только правый, а не левый. Не перепутай. А то капот откроется. Нет, нет, у меня все нормально. Мне и так хорошо. И очень хорошо. Ну давай, держись, Соня. Я тебя сейчас перехвачу. Какое у тебя впереди метро? А? Артем, алло. Алло. Метро какое у тебя впереди? Алло, ты меня слышишь, Артем? Метро вообще нет. То есть метро не подходит. Не подходит, понимаешь? Слышишь меня? Тут нет никакого метро. Да чувак, с тобой не расслабишься. А? При проезде и переходе через дорожные сети, пользуясь установленными пешеходными территориями, переездами, путепропотами, тоннелями, массажерами. Станция в сорок второй километр. Она тут ждет его. Она сейчас с нами приедет на электричке. Сорок второй километр по какой ветке? Ну, ты откуда я знаю, по какой ветке? Ну, по какому шоссе ты ехал? По Рязанскому? По Егоричскому? Ну, по… Большому такому шоссе. Шрукому. Так, Артем, спокойно, не паникуй. Так, я спасу ситуацию, я все вижу. Она здесь. Она, значит, вертит головой туда-сюда, ждет его. Ножку тянет? Вот он. С гитарой. Так. Зачем гитара? Зачем? Зачем? А, нет, не зачем. Это не он. Ладно. Ладно, значит, она пошла. Она пошла, 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 пошла. Так, она вот мужику с рассадой. Или нет, или… или к этому с велосипедом, я не знаю. Ну, вот теперь можешь начать паниковать. Так. 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 Погоди, не паникуй, все хорошо. Так. В общем, опять все плохо. Она уезжает, он не приехал. Я уже еду на этот твой 42-й километр. Если ты мне еще ориентир какой-нибудь дашь, что-то рядом видишь. Ну, посмотри вокруг. Ну, что я вижу? Я вижу остановку, Ленина, елки, машины припаркованные, столбы, забор. Так. Забор. Какой-то ужасный забор. Я знаю, где она прячется в машину. Тут какая-то промзона. Они поэтому должны были здесь встретиться. Ладно, ладно. Короче, с места не двигайся. Жди меня. Поняла? Поняла. Г наружу за через 20 минут... Поехали. Иди, 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 иди! Тебе не холодно? Тут еще одно плотице есть. Знаете, мне кажется, что нужно ехать. Вот точно. Все, смотрите, высохло. Почти высохло. И мне кажется, ну, мне кажется, уже можно? Можно? Можно помочь? Ну, ты был прав. Ты еще хуже, чем я думала. Нам ехать не пора? Да. Говорил я обычно в таких ситуациях, но ты такая хорошая, что я почти справился. Теперь я просто герой. Я не начинал. Все. 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 А почему они, почему они в сериалах? Ну, после... А она... А время... Она, значит, она... Да, 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 да. А сама в это время, она, значит, простынку так держит, чтобы что было не видно. Я не смотрел. А нет, извините. А там ничего нет. Пошел. Я должен убедиться. Скажи, что на работе сдержалась. Или с подругой в кафе. Я врать не умею. Тогда пальчики так скричти, и все получится. Ну, тогда скажи, что ты голая сама тут, в постели. Соня. Что с тобой, Соня? М? Ну, говори уж. И все равно же не вытерпишь. Да она в ушах. Ну. В общем, помнишь, я рассказывала тебе про соседа? Да я знаю, что это ужасно. Это мерзко. Жизнь вообще превратилась в ад. Коль, например, такой встает утром. Говорит мне что-нибудь, ну, простое, типа, доброе утро. Ну. Верит мне, любит меня. Вот. Но я чувствую, что я не заслужила это доброе утро. Как будто все как предала, что ли. И семью свою, и Колю, и утро это доброе. Ну так бросай этого соседа нафиг. Илюха. Ну. Ну. Ну ты не понимаешь. Чего? У меня никогда в жизни такого не было, Илюха. Чтобы я чувствовала себя как женщина. Мы с ним так легко, ты понимаешь? У меня такого, ну, что? Никогда не было. Ну, с Колей там… Ну, как бы уже мы давно вместе. Ну, рутина. Вот ты. Ты давно женат? Ну, вот. Ну, я… Да. Я тебе об этом и говорю. Ну, вообще. Я вот… Коля ко мне, например, подходит, там хочет дотронуться до меня, а меня передергивает. То есть, получается, что я чувствую, что я Артему с Колей изменяю. То есть, как бы, я Колю с Артемом могу изменить, а Артему с Колей нет. Ну, если ты так влюбилась, то уходи тогда от Коли. Ты что, с ума сошел? Ну… Я даже представить себе такого не могу. Ну, я не знаю тогда, что тебе еще сказать, сын. А… Понял. Это ж просто кошмар. Бедная моя, как же ты все это выносишь? Илюш, это… это перебор. Ну, блин, я вообще тогда не знаю, что тебе скажу. Скажи ей, что хороший левак укрепляет брак. А еще, что она может спокойно спать со своим соседом. Никто от этого не умрет. И всем будет только лучше. Ну, а что? Я говорю тоже, ты хочешь услышать. Ну, разве не так? Нет. Не так. Давай. Да что пьем? Ну, как? Ну, как? Кого хороним? Большое чувство. Понятно. А, еще. Упрячешься, что ли? Ты меня? Нет. Ну, нет. Ну, почему? О, какая ты отличница. Такая хорошая девочка. Так и врешь. Бессовестно. Люба, давай успокоимся. Слышь, ты мне не указывай. Мужа будешь своего дома воспитывать. Поняла? Угу, поняла. Ну, что? Нет, почему? Чего? Чего? Мама. Эй. Ты, Восемь, ты ничего плохого не хотела сделать. Ты же хороший человек. Это ты хорошая. Ты очень хорошая. Люба. Ну, а вот мужики, они, ну, вот знаешь, вот, вот ты, ты для него все, а тебе нужна помощь. Например. А ему плевать. Вот так. И все. Он, мне, ему не нужна, он… И его, его за деньги надо купить. Вот так. Вот. Как проститутку. Может, все-таки я приведу? Я сама. Ну, тогда я могу вылечить твою похмелье. Я знаю как. Я все-таки врач. Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Мне нельзя отвлекаться. Понимаешь, нам нельзя ее потерять. Мужик оказался помогать ей бесплатно. Вчера она сняла кучу денег, значит, сегодня не встретится. Она передаст ему деньги, и они будут прятать машину. Ну, слава богу. Я уж испугался, что ты хочешь мне как мужчина тебе. Просто нужен напарник для слежки. Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, ты с похмельей всегда такая? Толючка. Нет. И вообще, я редко пью. Просто сейчас моя жизнь как-то резко пошла под откос. Саня, если все так плохо... Нет. Нехорошо с тобой. Но потом мне как-то резко становится очень плохо. И вообще, вообще, я чувствую себя жабой. Я мерзкая такая, я совершенно неправильная жаба. И это хуже, чем похмелье. Это невозможно вылечить. Ну-ка, посмотрим. Ну, подло несколько увеличено, но это пройдет. Сердечный ритм в норме. Ну, что сказать, жабьи симптомы еще некоторое время будут присутствовать. Эти поперчатые кожи, перепонок на лапках. Через месяц-другой вы окончательно перестанете квакать. И жаба. Да. Я не могу говорить, я готовлюсь к операции. Я помню, что обещал, но съездим на выходные. Твой же магазин никуда не денется. Танюш, мне правда нужно идти. Все, целую тебя. Пока. Соня, ты же не можешь каждый раз вот так. Я не понимаю, как ты можешь каждый раз вот так. Я много тренировался. Мне кажется, что тебе нужно попрактиковаться. Тебе не мешало бы сходить с Таней в магазин, как ты обещал. Ты действительно хочешь, чтобы я ушел? Ответь честно себе. Да. Тебе не мешало бы сходить. Ну... Ну... Вы что-то ищете? Где? Да. Где машину с трупом можно спрятать. Автобус уже давно тут не останавливается. Остановку вон туда перенесли. Если вам на Прохоровку. А вот если на Березке, то совсем в другую сторону. На Березке. КОНЕЦ 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 Иди в дом. Я пока машину поставлю. Иди в дом. 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 Убирайся плохо. Убирайся опять плохо. Чё ты от меня хочешь? Мы сегодня есть не будем. Мы будем у меня мозг уносить. Будем орать всю ночь из этих дебильных очков, да? Нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я ухожу от Коли. Нам тоже пора. Собирайся. В смысле? Объясни. Мы уходим к Лене, счёт фактуре. Потому что у Лены, у неё реальные проблемы, у неё баланс не сходится. Они фигня невнятная, как у тебя. Ребята. Ребята, это не фигня. Это серьёзно. Он выбросил очки Ренаты, он точно замешан. Я серьёзно. Мы уже сто раз это проходили. Первые пять минут всё серьёзно, а потом всё оказывается фигнёй. Пойдём. Илюха! Прости, просто Лена правда стабильней. Лен, мы идём к тебе. Можно к тебе, да? Валите. Валите. Правда, идите вон дружить с Леной. Лена, привет. Дружите с ней. Правильно. Зачем мне вообще такие друзья? Да не ведись. Она же просто ревнует. Господи, он просто ревнует. Конечно. Он просто ревнует. Ну зачем? Почему я всегда всё усложняю? Он же просто ревнует. Да. Господи! Он выбросил очки, чтобы я занималась Симой, а не Ренатой. Ребята! Слава Богу! Я не ухожу от конек. Да. Хорошо. Вот и не уходи. Вот поэтому мы и дружим теперь с Леной. Коля! О, господи! О, господи! Соня! О, господи! Соня! Даже умереть можно! Коль! Чего? Ты меня ревнуешь, да? Нет, я тебе не ревную. Потому что я тебе верю. Нет. Мне вот не хватает твоего внимания. Что ж такое? Сколько тебе внимания? Наркоман какой-то! Нет. Я вот к тому, что я вот, например, я ревню тебя к твоей работе. Что ты очень много работаешь и даже по ночам работаешь. Когда я по ночам работал? Ну, Коль, ну как когда? Генерал там все. А что генерал? Соня! Да, Коль, ну а с отцом кто ездил? Никуда я не ездил! Коль, ну ты ездил, когда Рената пропала! Ты ездил к генералу с отцом или нет? Завещанием, Коль! Да, к генералу, да, ездил, вылетел из головы. К генералу, да, с отцом. Коль, ты что не ездил к генералу, Коль? Давай позвоним моему отцу. Проверись мне, не веришь! На! Ой, Коль, ну что ты разорался сразу? На! Ой, Коль, я тебя умоляю, все! Хорошо, прости меня! Не хочешь звонить, я сам позвоню, я сам позвоню. Более того, я на громкую связь поставлю, чтобы ты могла сама моему отцу рассказать, какой хреномунде ты здесь занимаешься. И вообще как-то меня достала уже, идиотка! Окей, ладно, все, давай я позвоню. Возьму и позвоню. Ждетки, взятки, гладки. Позвоню и все. Молодец, хватит, тоже, тоже мне. Нашла дурацкую привычку меня проверять. Я вот тебя, например, не проверяю, потому что я тебе верю. А я тебе, кажется, нет. Ну, тут друг отца, генерал один, обнаружил, что человек смертен. Срочно хочет составить завещание. Мы едем к нему на дачу. Это черт знает где. Зато бабла срубил. Алло, не трената. Вообще мне нужна ваша помощь. Наш байдинг начинается. Это на заправке телевизор работает. Как это вы собираетесь царапать моего бронтозавра? Выходит, что так. А вам зачем это надо? Понять не имею. Спросите мою жену. Хорошо выглядишь. Я говорю, тапки с юбкой – отличное сочетание. Это все ты. Это все из-за тебя. Это мне весь мозг вспучен. Ну, знаешь, одевайся тогда сама, как получишь, если такая умная. Все из-за тебя. Это из-за тебя я себя таким дерьмом ощущаю. Но чтобы себя оправдать, я себя убеждаю, что это поле дерьмо. А на самом деле ты думаешь, что он повидно? Нет. На самом деле я думаю, что он убийца. Но я не хочу так думать. Какие-то у вас в семье запутанные отношения. От меня-то ты что хочешь? Я? От тебя? А ты знаешь что, я от тебя ничего не хочу. Я вообще домой иду, а ты мне мешаешь. Простите, а можно не бить в эту хрень? Нельзя. Правила такие. Бармен пьет, в рынду пьет. Тогда пусть бармен и пьет. А я не могу по трезвику на твою умирающую физиономию смотреть. Я сама буду решать, с каким лицом мне горе заливать. Хорошо. Слушай, если ты еще раз ударишь в эту... Ну-ка ударь еще раз. Сейчас. Давай. Извините, мы с гостями не пьем. А я бы не пью. Слушай, в прошлый четверг заходил к вам такой парень, такой темный, такой нелепый, такой с ушами и носом таким странным. Ну еще врал, что он на заправке, а на самом деле вы с ним здесь пили, в рынду били. Нет, не было. Скажи мне, он мой муж. Вроде не было, нет. Не было. Был. beat Со значками такими дебильными, да? Был. Да, не было. Но был, но не тот, понимаете? Не был. Такой, мужика дает, а сил не хватает, да? Да, не было его, не было. Я тебе говорю, был. Да я тебе говорю, бывшая. Вот тут сидел, чего ты споришь. Ох... Коль, Коль, ну ладно, мне стыдно, правда. Коль, ну прости меня. Слушай, откуда я могла знать, что ты будешь в баре пить всю ночь? Зачем надо было выдумывать генерала? Зачем? Я что, мегера какая-то? Я что, тебя в бар не отпускаю, Коль? Ты должна верить мне всегда, даже когда я вру. Коля, я с ума схожу. Я по городу хожу в тапочках. Я на людей бросаюсь. А ты сидишь. Ты видишь, что мне плохо? Ну помоги мне. Так, все. Ай-пад верни. Нет, я не верну тебе ай-пад, пока на этом самом месте все не станет, как раньше, понял? Пока ты мне не скажешь, что делать и как дальше жить, я не верну тебе, чертова, ай-пад! Что ты прыгаешь? Ай-пад просто мне верни или пешком прыгать будешь до Майорки. Я нам билеты пытаюсь купить, потому что я обещал, что мы поедем на Майорку, и мы поедем на Майорку. Я накосячил, а ты заслужила отдых. Хорошо. Сколько? Сколько? Ты с ума сошел, Коля? Так, я решил. Черта с два ты решил. Черта с два ты решил, Коля. Нет, пока ты не отдашь все долги, ты меня понял? Ты понял? Оля, в смысле, пожалуйста, ну, пожалуйста. Все? Нет больше долгов? Успокойся. Вообще, перестань со мной спорить. Ты что, опять связался с Зауром? Я уже Заур год не видел. Откуда тогда? От верблюда тогда. Заработал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, ты, конечно, очень талантный кавалер, но я больше люблю своего мужа, простила. Послушайте, ну у вас там сидел такой за стойкой парень, ну вы еще с ним пили и били в гонг. Да я Ксюхе уже навалял, язык без костей, вечно брякнут, потом скандалы. А, ну то есть он был, да, точно? Подумаешь, посидел мужик в баре, выпил слегка, ладно бы нажрался, как свинья, а то пропустил дверь по пятьдесят и все. Ну поймите, я же не против, я же только за. Да в пол первого вообще уже домой ушел, как примерный муж. Да он, конечно, он примерный муж, он же идеальный просто. Да я и говорю, время детское. Как в пол первого? Ой, не могу больше говорить, меня зовут, давай, пока. Ой, до свидания. Ой, я никуда не пошла. Молодец. Я не могу, я с отцом еду за город. Как это? Тот, друг отца, генерал один обнаружил, что человек смертен, он срочно хочет составить завещание. Мы едем к нему на дачу. Это черт знает где, но зато, зато бабла срублю. Коля, ничего не слышно, что там у тебя звенит? Это на заправке, телевизор работает. Заура, я не могу, я обещал жене, что больше никогда, если она узнает, она меня убьет. Свози жену на майорку. Вы думаете, этого достаточно? Я в прошлый раз еле от ментов откупился, до сих пор в долгах весь. Ну, если ты такой плохой нотариус, не умеешь прятать концы, буду платить тебе меньше, видишь, Николай, все как ты хочешь, любой каприз. Отпустите меня, пожалуйста. Чтоб завтра все было заверено. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это Рената. Мэй, а вообще-то мне нужна помощь. Жена ваша милая знает, кто вас домой понвозил. Субтитры создавал DimaTorzok. Не надо мне звонить, пожалуйста, я же просил. Я сам позвоню. Да потому что она уже подозревает. Если она узнает, то я не знаю, что она может сделать. Лучше точно никому не будет. Мы можем это при встрече обсудить? Нет, я не могу в папе, потому что это рядом с домом. Хорошо, ладно, ладно. В папе так в папе. Хорошо, в семь. Да ты не рано собрался собираться? Билеты, вроде как через неделю. Ну, понятно. Опять наберешь полный чемодан, я его буду таскать, а ты в одних шортах протусишь две недели. Тебе зачем два свитера? На майорке плюс тридцать. В тени. Я знаю. Так зачем? Я знаю, что ты опять связался с Зауром. Я знаю, что ты сделал с Ренатой. Ты с ума сошла? Ты с ума сошла? Я с Зауром не видел Зауру уже год. Я Ренат твой пальцем не трогал. И вообще я обходил за километр. Ну, хочешь, я поклянусь всем самым святым? Хочешь, я поклянусь жизнью своей матери? Я клянусь всем самым дорогим, что есть у меня. Тобой. Я жизнью своей клянусь. Я не работаю с Зауром. И я не трогал твою Ренату. Ты не уйдешь? Я уйду, как только ты отойдешь от двери. Ну и вали. Давай вали. Когда я все для тебя делал. Когда хотела новую квартиру. Пожалуйста. Хотела машину получать. Попользуйся и вали с этого корабля, детка. Давай, уйди получше. Я умройся, ты уйдешь. Ты же моя семья. Ну, пожалуйста, ну не выбрасывай меня. Я же живой человек, собой так нельзя. Друзья, я же тебя люблю. Ты не уйдешь? Мне надо на работу. Ну, ты же вернешься. Вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Я к нему не вернусь, он убийца. Опять? Нет, теперь я знаю, как так вышло и зачем он это сделал. И почему тогда ты здесь, а не в полиции? Он мой муж, и я его не сдам. Но я к нему не вернусь. Окей. Что ты собираешься делать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, чтобы вы с мужем жили счастливо и никогда не ссурились? Мы не ссоримся, мы разводимся. Так-так, с утра все нормально было. Вот прям сейчас пойду и дам ему развод. Может, не стоит торопиться-то? Я медленно пойду. Он спит с Любой. Это за то, что мужики дебилы. Он спит с Любой. И бабы тоже. Вы не понимаете, он никого не убил. Он просто спит с Любой. Вот это адекватный подход. Это телевизор на заправке работает. Коля, а чего они тебя так поздно вызвали? Чего они там мучают тебя? Ой, не говори. Ну что вы остановились? Ты сволочь опять забила моё место. Я пророк вам. Подожди пару минут, сейчас я с ней разберусь, чёрт, как она меня бесит, да? Слушай, не надо. Старуха безумная, она и так грозилась Соне настучать, что она на с тобой в ней делала. Ну, я быстро. Я до утра с тобой спорить не буду, я домой пошёл. Подожди. Хорошо, давай, давай найдём другое место и запаркуемся. В четверг в этом доме, типа три тачки на семью, до утра будешь место искать. Хорошо, поехали ко мне на дачу, у меня там мама, но мы её к соседям отправим. Люба, ну, и что я как дура жду? Вы вообще собираетесь царапать моего бронтозавра? Прости, подруга, сегодня не получится. Мне есть кого царапать. Так, подожди, я щас чё-то не понимаю. То есть, ты стояла под окном на этой даче и слушала, как там твой муж составляет стонать другую бабу? Налей мне. Да, Соня, только с тобой могла произойти такая нелепая история. Почему? Он, мне даже не было за него стыдно, он, понимаешь, он вышел в свет, и он показал себя молодцом. Ну, я послушаю, что-то, нет, если честно, конечно, когда я увидела его в пады с Людами, это, конечно, я офигела. Ну, у меня внутри, у меня вообще, как бы, у меня даже ничего не ёкнуло, ну, то есть, ну, то есть, как бы, ничего вообще. Ну, то, что ты своего Коль не любишь, это я тебе сто раз говорила уже. Да. А ты мне как-то степлер бросила, помнишь? Был такое? Был. Выпьем за ясновичью Шмелеву. Да. Привет. О, а еще неделю назад тебе говорила, что ты втюхала соседа. А сосед меня не любит. А я тебе говорил, бросай его, черт его. Выпьем за ясновидящую Илюху. Да, Соня, у меня ж ты мужиков сегодня, да? Тело подлиннее, но зато вы меня любите. Да. Я тебя люблю. Все, я тебя к себе на две недели пустила пожить, а дальше он перещает в своем улении, понятно? Да, какие же у меня хорошие шмелевые. Я с таким настроением тебя в кровати себе не пущу, будешь спать здесь, на раскладушке. Поняла меня? Так, а ясновидящему, пора домой. Да, проверить. Не завевать там близко себе, какого-нибудь у соседа. Все, расходимся, девичник. Пойду проверю. Погодите, а я не понял. А эту Ренату, кто ее убил-то? ПОПЛАДОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПОПЛАДОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК СНЕКЛИЙ ЗВОНОК Начинаю понимать Колю. Два дня с тобой живу, уже хочется уйти к соседки. Ой, Шмейк, прости. Я забыла у тебя телефон, какой-то левый номер городской. Слушай, все это не важно. Эш, не важно. Кому это важно? Я могла еще спать полчаса. Лучше тебя разбудили, ты все равно не спишь. Слушай, я вот все думаю. Почему мне смерть Ренаты важнее собственной жизни? Потому что в твоей жизни нет никакой загадки. Нет, Шмейк, потому что у меня нет никакой жизни. Ну формально это у Рената нет жизни, потому что ее убили. А ты мне спать не даешь, как вполне себе живая. Все, займусь собой. Угу, давай. Еду в Таиланд. Ой, молодец. На месяц. Да, там как раз сейчас сезон дождей и ураганов. Ой, прекрасно. Держу вы билетный. Угу. Прямо сейчас и куплю. Заказывай билет. Скажи, а ты дура? Ты бы лучше проверила, кто тебе звонил. Может, сосед твой одумался? Нет, не одумался. Если слева номер звонит, значит, от жены ныкается. Слушаю, полиция. Слушаю, полиция. Полиция? Полиция? Ну говорите, ну. Да. Я… Мне звонили. Вез... Вез... Помоги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Илюха, я тебе инструкцию отправила Ага Посмотри Соня, ты вот если уедешь, я обязательно посмотрю Честное слово В смысле, что значит, если я уеду У меня билет куплен Послезавтра в 17.00 Угу В смысле, вы мне что, не верите, что ли? Вот когда ты на самолет не опоздаешь И резь не перепутаешь Тогда и поверю А, понятно, а пока мне нужно смириться, что пока меня не будет Вы ничего делать не будете, да? Да А потом Илюха такой Ой, а я сделала А я что, не сделала? Так и Я и не мог сделать Илюха, ну что ты обиделся? Ну смешно же, а? Вот вы же, когда надо мной смеете Я же не обижаюсь Конечно Никогда Да Софья Петровна? Да Это от Прупоновочного Богданова Я это По делу Ринаты Гемеровской Ответственный это Дознавайте Угу Ну это Хочу вам сообщить результаты этой Аутопсии Экспертиза Обнаружила в тканях этой Покойной Признаки тетродотоксина Это Это Яд Отравление которым это Называет симптомами Сердечного приступа А вы же с самого начала утверждали, что это Несчастный случай В общем Мне бы это У вас Это Допросили Вы сможете послезавтра подъехать Это Часиком В семнадцать Угу Алло Да Что с Петровой? Да Я Это У меня правда самолет Ну ладно Ничего Я сдам билет А вы скажите Можно Вам Это На Аутопсию Еще один труп отдать Какой труп? Ну Ну Таки Это Такой Небольшой такой Свежий труп Сейчас одного имбецила тут На работе убивать будут А за имбецилу, Санна, ответите Ну слушай Очень смешно Смешно Смейтесь 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 надо мной Конечно Я сама имбецила Я свою жизнь разрушила Чтобы доказать Что старушка не могла умереть от старости А вы смейтесь А то я через пару дней Я буду В Таиланде По лесам бегать С рюкзачком Угу Соня Соня Ты от меня сбегаешь что ли? Еле догнал У меня рюкзак тяжелый Хочу побыстрее сбросить Черт А я свой забыл Неудобно как-то На кладбище без рюкзака А я сегодня в Таиланд улетаю Отсюда сразу в аэропорт Ага Сбегаешь все-таки А просто в отпуск сходить нельзя? Ага 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 Родных не осталось. Кому квартира достанется? Интересно, на кого завещание? Да кому нужно это завещание, если есть знакомый нотариус? Судя, ну что вы? Не надо так близко к сердцу. Простите, извините. Простите меня. Простите, простите, пожалуйста, меня нога. Простите, извините, простите, извините. Стой! Стой! А никто никуда не бежит. Есть такой препарат, чтобы вызвать у человека сердечный приступ. Ты кого собралась убивать? Не меня, надеюсь? Надеюсь, в себя. Тань, я охотно поддержала бы твое предложение постебать друг друга, но конкретно сейчас к черту уйди. Есть такой препарат или нет? Разные есть препараты. Тебе зачем? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Твой чемодан там. Я пришла на за чемоданом? Ну, да уж тебя хватило, я смотрю. Негде жить. Пришлось наступить на гордость. Может, я тебя простила? Как интересно. Ты же не умеешь врать. Вот обещала, что вернешься, а не вернулась. Я поверил. Правда, я не в себе был, но теперь я не куплюсь. Коля, я сегодня была на кладбище. Там я увидела настоящую семью, Коль. Муж и жену. Я всегда хотела, чтобы нас тоже было так. По-настоящему. Ладно, не хочешь говорить, зачем пришла, мы просто помалчим. Хорошо, я скажу. Только сделай мне чашечку кофе. Муж и жену. Ладно, на самом деле, я очень рад, что... Муж и жену. Муж и жену. Привет. А я думала, нет никого. Вот Коля эксплуататор. Я надеюсь, он тебе сверхурочный платит. Слушай, я срочно, мне нужно по делу. Коля все забыл, все перепутал. Мне нужно одно завещание там посмотреть. Я вообще-то в курсе, что вы расстались. Мы уже помирились. А может мне, Николай Сергеевич, позвонить? Мне вообще-то не стоит. Я отвечу, почему? Ну, потому что... Скорее всего, он сейчас у любовницы. А ты вообще ее видела? Ты знаешь, кто это? Вот сволочь. Прямо под нами живет, этажом ниже. А главное, мы же недавно переехали. Когда он успел, я вообще не понимаю. Представляешь, как у меня шоки? Ну, еще бы. У меня врало, я работаю. А на самом деле это ты тут работаешь. А он в это время к любовнице на дачу ездит. Вот гад. Просто сволочь. А что ты говорила, тебе надо было? Завещание Ренаты Немировской. Угу. Завещание, да? Где-то было. Пойдем к нему. Мировская. 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 Должно быть на М. Она красивая вообще? Ну, да, она. Она была красивой в 70-е годы прошлого столетия. Я думала, ты про Ренату. Нет, нет, она не красивая, она толстая. Угу. Ну, если она не красивая и толстая, что тогда он ее нашел? Может, она умная? Нет, она не умная. Так, где-то здесь должно быть. Так, если она не красивая, толстая и не умная, ну, что-то же его привлекло, правильно? Слушай, я не знаю. Я не знаю. Ну, она неплохо плавает. В смысле плавает? Ну, в смысле, она действительно неплохо плавает. Ну, еще, кажется, она ему деньги дает. Вот. Господи, я знаю, где оно. Спасибо тебе, ты лучшая. Вот только плавать не научилась. Погоди, погоди, это только аванс. Вот когда сделаем все, тогда все и получишь. Проходи в дом. Я машину поставлю. Проходи в дом. Верно. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Тёмочка, ну, постой, ну, Тёмочка, ну, давай ещё полчасика побудем, ну, пожалуйста. Можем мы после этого кладбища немножко отдохнуть, расслабиться? Надо было на поминках расслабляться. Надо было штаны на месте держать. Ты обещал шашлык пожарить. Я за углем. Ничего, вернётся, никуда он от меня не денется. Закрам паспорт потерял. Не выдавай меня. Что происходит? Я всё узнала. Это Коля Любу. Подсойди, пожалуйста. Так бы всю жизнь тебя и подсошла. Спасибо. Спасибо. В общем, это всё дело... Слушай, ну, в хате что там делаешь? Всё дело в квартире. Им нужна Ренатина квартира. У неё нет родственников, значит, нет наследников. Устроили ей сердечный приступ. Ну, по этим препаратам, про которые ты рассказывал. Я что-то делаю, я что-то делаю. Держи, держи. Да, спасибо. А Коля подделал завещание. Вообще-то такие препараты в холодильнике держат. Почему для холодильника? Что ты ищешь, что-то? Господи, я ищу завещание, которое подделал Коля. Оно где-то здесь, в синей папке. Я видела, Люба сюда клала. Вот оно. Ой, что это? Ах, я всё придумала. Чёрт. А мы можем посыпать твою голову пеплом, где на другом месте? Подальше от дрожа. Самолёт в Таиланд улетел. И что самолёт? Вся жизнь моя. Чёрт, я... Как же я... Ах, я дура, увы, я бы счастлива. Всё, я согласна. Сними мне квартиру. Тебе одну шкуму? Или двухкомнатную? Мне всё равно. Если ты будешь иногда приходить... Поцелуй меня. Поцелуй меня. Я понял. Я пока на тебя не женюсь, ты из этого гаража не уйдёшь. Если ты на меня не женишься, Люба расстроится. Если ты на меня женишься, Таня расстроится. Интересно, на Холле расстроится? Придётся расстроить Таню. Да что ж такое? Пойдём. Ну а чё, где шашлык-то, а? Ну, ребят, ну я жрать хочу, правда. Здесь ещё угли нет. Они сейчас начнут меня искать. Поехали. Ты видишь, что у неё в руке? Папка. Ты другой бумажки не нашла? Мангал разжигать. Ну а чего-чего? Чего такое нервный-то, а? Потому что я нервный. Мне нравится мне всё это. Ну почему? Надо три года ждать. Я считаю, надо сразу продавать. Не плевать на налоги. Я так весь как на иголку. Подожди, ну как? Ну как это плевать на налог? Ну как? Ну это же четверть стоимости квартир. Ну кому? Слышу, слышу. Слышу, слышу. Ну ты что? Мангал не готов. Артём! Тань, ну объясни ему. Он не хочет три года ждать. Что такое три года? За три года цены на недвижимость могут вырасти. О, а пока будем сдавать. О, вот, ты понял? На то уже с ними. Понял? Нифига я не понял. Ни твоего имени, ни моего имени в завещании не указано. А через три года мало ли что будет. Николай, что ты там паникуешь? Слушай, тебя вообще здесь кто-нибудь обманывал, м? Станька. Надо уходить. Какие у нас с Колей гарантии, если это все на другого человека оформлено? Пойдем, я договорю. Потому что этот человек единственный нормальный человек тут. И все это, между прочим, он организовал. И поэтому мы договаривались, что все будет записано на Артема. А все могло бы быть так хорошо. Ты зачем мою машину царапаешь? Господи. Уже твою? А что, старые ведьмы родила завещаницу, что ли? Конечно, роди ты. Скорее, мне с тобой из репродуктивного возраста выйдет. Привет. Тебе смешно. А мне эта задница уже в кошмарах снится. Я ей год каждый вечер уколы делаю. Кали ей что-нибудь, ну, в самом деле. Ну, что-нибудь такого. Мне паркинг, сваливаешь себе квартиру. Ты дурь, что ли? На завещание. Чтобы квартира государству досталась. Ну, а что вы машину не ловите? Я думала, твоему Артему ни одна женщина отказать не может. Вот и не откажение, Люда. У тебя же мама в полиции работает. Пусть пробьет по базе родственников старой ведьмы. Что точно все по горле. Ну, а ты соблазни к какому-нибудь нотариусу. Чего это вдруг? Чтобы кольчик правильно сделать. Паркинг освободить. Ну, и квартирку. Ты серьезно? А вы как думаете? Там у нас есть еще эти чертовы витамины, а? Я бы тебе скорее успокоительное посоветовал. Не смешно. Она опять разбила эту чертову ампулу. Типа случайно. Ну, ты же понимаешь, что не случайно, а специально. Я этого ненавижу. Это была последняя в упаковке. Если сегодня не уколоть, курс прервется. Она же мне весь мозг вынет. Что делать, а? Может, в аптеку ночную поехать? Артем. Ну, ты просто мой спаситель. Что-то она другая какая-то. Ну, только производитель другой. Ну, вообще, как за сандалию в этой старой детьми. Ой, Занечка, спасибо. Сегодня как-никак. Так, Ренат, ну ладно. В шестой раз я на это уже не куплюсь. Ну, правда. Скоро над нами уже все смеются. Вот станет вам по правде плохо, никто к вам не приедет. Вот как к тому мальчику, который все время кричал «Волки! Волки!» Вот, кстати, сейчас с глазами было хорошо. А над падением надо поработать. «Волки!» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прошу встать для оглашения приговора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА